сейчас буквально пару слов а еще раз а в принципе торговли на падающем рынке позитивно например у нас есть 100 биткоинов и мы хотим увеличить количество биткоинов например у нас есть 100 биткоинов сейчас ну например неделю назад цена была 6400 то есть у нас есть 100 биткоинов по цене 6400 если мы хотите узнать принцип как мы зарабатываем зарабатываем на падающем наши биткоины и цена падает после этого то есть мы продаем и цена падает то после этого когда цена падает наши биткоины они увеличиваются то есть например у нас было 640 тысяч долларов давайте экстренный случай показывать мы продали эти 100 биткоинов получили 640 тысяч долларов и цена упала например в 5000 долларов сейчас у нас 100 биткоинов будет по 5000 долларов у нас будет 500 тысяч долларов то есть 500 тысяч долларов мы потратим чтобы купить перекопить этот биткоинов и у нас останется 140 тысяч долларов плюс еще то есть у нас их 100 биткоинов по цене по цене 6400 а сейчас у нас есть 100 биткоинов по цене 5000 и у нас еще есть 140 тысяч долларов если эти 140000 долларов конвертировать биткойны тогда мы ну будем иметь больше биткоинов я не знаю � מקумен будем именно например 30 больше биткоинов Я не знаю, понятные, ну, есть какие-то вопросы, какие-то непонятные моменты. То есть, во время падающего рынка хорошо зарабатывается биткоин? Ну, это то, что нам надо, чтобы хорошо зарабатывался биткоин. То есть, биткоин хорошо зарабатывается во время падающего. А если вы хотите узнать, я не знаю, там, ну, то есть, когда падает рынок, нормально зарабатывается биткоин. А когда рынок, ну, идет вверх, да, тогда сложнее зарабатывать биткоин. Это обратно, как деньги. Когда падает рынок, вам деньги очень сложно зарабатывать. А когда рынок идет вперед, вам деньги очень легко зарабатывать. То есть мы можем рассказать, как можно их заработать во время, ну, когда рынок идет впервые. Так, это, в принципе, понятно. Вот смотрите, у нас там народ все неверующий, не унимается, да, видать, первый раз на конференции. Вот. Вы вот то, что вы подготовите, скиньте материал, да, там же будет в реальном времени, да, возможность посмотреть? Или просто вы какую-то статистику скиньте на формате А4, чтобы посмотреть? Потому что, как говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да, у нас будет. Мы представим вам. Я просто говорю на, ну, то есть, в теории, ну, не в теории, в практике, естественно, как зарабатывается биткоин. То есть вы, у вас есть 100 биткоинов, когда цена идет, вы продаете по большой цене, когда цена падает, вы продаете по меньшей цене, и вот это, ну, то есть, вот прайс дифференс, который у вас есть, вы на этом зарабатываете биткоин. А когда падает вообще рынок, на этом очень легко, ну, то есть, если вы знаете, что падает рынок, и вы продали свои биткоины, тогда вы увеличиваете биткоин. Ну, то есть, это, я вам показываю. Ну, я понимаю, что это на, ну, то есть, на доске, но это еще все в реальном трейдинге тоже вот так. То есть принцип такой же. Когда падает, очень легко зарабатывается биткоин. Я правильно понимаю, то есть, получается, когда рынок падает, зарабатывается биткоин. Да, когда рынок падает, зарабатывается биткоин. Что? А когда рынок растет, зарабатываются фиатные деньги, правильно? Да, да, да. То есть зарабатываются биткоины, потом этими биткоинами, которые вы увеличили, да, вы зарабатываете фиатами. И такой вот цикл фиата и биткоина. То есть этот серфер что делает? Оно продает биткоины, например, да? Оно упало, например, я не знаю, 10%, оно покупает биткоин. Когда цена увеличивается, оно пытается продать по максимально хорошей цене. То есть оно увеличивает фиат. А потом, когда она падает, оно меняет свое. Ну, то есть она, в ее логике есть, что она меняет свой смысл. То есть сначала он, я не знаю, увеличивает биткоин, потом увеличивает фиат. И вот такой, и этот цикл вам увеличивает биткоин. То есть принцип вот такой. Мы покажем вам, то есть мы покажем... Да, мы вам покажем статистику. То есть это все не воздухи, я так и скажу. Просто, то есть что есть на доске, на самом деле это такой же принцип. И вот очень хорошо написано, когда заработает как он падает. Ну, то есть давайте тогда одно по одному не будем. То есть вы подготовите материал, да? Какую-то ссылку, да? Где мы можем зайти онлайн и посмотреть позитивный принцип работы данного алгоритма. Я правильно? Да, мы можем представить. Хорошо, тогда давайте следующее. У вас сейчас кто-то хотел рассказать о бирже, да? Развитие, что сейчас будет, как биржа будет. Да, сейчас про биржу расскажем. Сейчас про биржу расскажем. Вы как хотите, про биржу или про форекс, а потом про биржу? То есть у нас есть еще и форекс? Без разницы, в любом порядке. Ну, давайте сейчас форекс, а потом и про биржу. Давайте. Снова здрасте. Ну, как бы я вкратце напомню, о чем я говорил до вот этого моего выхода. Я говорил, что есть и другие боты, точнее, сейчас другой бот, который уже два месяца работает, и его цель – заработать деньги на золоте, на нефти, на фиатах разных. Вот это все, что не касается криптовалюты. О причинах разграничения я тоже говорил. Значит, принцип нашего бота, он немножко отличается от того, что делают ребята, потому что, в принципе, условия трейдинга на крипте и на фиатах немножко разнятся. Там ты можешь увеличивать баланс своих коинов или своих фиатов, а тут твоя задача только одна – заработать деньги, и все. И поэтому подход несколько меняется. То есть у нас как? У нас по машинному обучению довольно сложная архитектура, которая нам выдает сигналы, когда надо входить в рынок. И вторая часть нашего алгоритма, она просто основана на риск-менеджменте, то есть на грамотном распределении ваших ресурсов, то есть инвестиций. Если по этой части все понятно, скажите или задавайте вопросы. Если надо будет, я уточню. Если можно уточнить там насчет распределения ресурсов, да, потому что у нас как раз крайний вопрос в чате этого касается, то уделите, пожалуйста, некоторое время. Да, конечно. Значит... Так, где у нас марки? Я немножко математикой внедрю, просто совсем чуть-чуть. В общем, что такое, по сути, наш профит? Это, по сути, наш рейндж, про который говорили наши ребята. То есть это размер ценового колебания, помноженное на ваши ставки, назовем инвестансы. Вот это ваш профит. То есть если вы и в минусовом смысле тоже, то есть ваша потеря тоже потенциальна, значит, мы своим профитом можем руководить двумя параметрами, либо ценовым, размером ценового колебания, либо инвестансовым. Насчет ценового, размера ценового колебания, это все зависит от рынка и от сигналов, которые используют. Это про ту часть, про нейронную сеть, что я рассказывал, там, машинное обучение. Этого мы сейчас не касаемся. Допустим, это мы фиксируем. А вот это инвестмент, здесь уже тоже своя математика идет. Вкратце говоря, задача... Я извиняюсь, у вас видео зависло. Вы, наверное, его выключите и заново включите, я думаю, после этого появится. Меня сейчас слышно? Слышно, но картинка висит. А, ну, спасибо. Ну, значит, наша задача на самом деле сводится к самому простому. Сделать так, чтобы по теории вероятности минимизировать наши риски и, вот, образно говоря, растянуть нашу резину инвестиций, то есть наши деньги, на большее количество шагов. Вот, кто немножко знает математику, меня поймет точно справа. То есть, что делает наш бот? Он сперва получает точку вхождения рынка и размер ценового колебания. Трейдер анализирует тоже с ним и может в эти коэффициенты свои изменения вносить. И автоматом он уже свои ставки сделает по вложенному алгоритму, чтобы сделать так, чтобы растянуть эту резину инвестиций как можно дольше. Суть в этом, и она проста. Еще вопросы есть? Я готов на них ответить. Нет, наверное, касалось того, к примеру, в процентном или в пропорциональном отношении, сколько, допустим, у вас там в фиате, сколько в битке, сколько вот в разных активах? Я, то, что касается биткоинов, это как бы не по моей части, потому что я ориентирован именно на фиатный рынок. Я насчет этого разграничения уже вам говорил. А что касается вот этого, я уже говорил цифру. Он, как бы наш робот, работает уже два месяца, он как бы 17% в 25% приносил, но его потенциал намного выше. Это просто технические моменты. Сейчас как раз тоже наш бот включили, тестируем, там с серверами разные моменты включились, тестируем, чтобы возобновить работу уже завтра. Как-то так. Друзья мои, знаете, вот я же даже камеру включу свою, специально обращаясь ко всем, да, тут там пишут, там, какое процентное соотношение, как и так далее, и так далее. Вот я за пять лет, скажем так, в инвестиционном сетевом бизнесе, я ни разу не видел ни у одной компании вот таких, друзья, живых презентаций, живыми людьми, живыми трейдерами и так далее, и так далее. Покажите мне хоть одну, вот кто там задает всякие там вопросы, да, неправильно, с другой стороны, посмотрите уровень людей, да, о чем люди говорят, да, и покажите мне хотя бы еще одну компанию, где хотя бы кто-то видел трейдеров, которые делают им профит. Ребят, а у нас, спасибо, во-первых, вам, ребята, огромное, всему офису, да. А также спасибо за то, что столько слушаете. Нет, это очень классно, потому что эта запись будет просматриваться еще раз и еще раз, да, вот, потому что настоящие профессионалы, да, которые понимают и говорят с вами на одном языке, вот, они оценят вот это вот. И профессионалы сетевого бизнеса тоже оценят такую открытость и такую возможность, которую вы нам даете благодаря общению с вами. Спасибо большое. Там дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.